Привет! Сегодня выдалась классная возможность рассказать о моих механизмах для распашных складных воров типа гармошка, книжка, BFG-40, BFG-60 и BFG-Uni, универсальный механизм. И сегодня красковый момент, когда они у меня все три есть в наличии. Первый, верхний, это называется BFG-40. Но сейчас он называется BFG-30-40-50, то есть он позволяет встать на створку толщиной от 30 до 40 мм толщиной. Вот именно вот это вот расстояние, вот оно критично. Как видите, тут как раз где-то плитка проходит. Поскольку дальше, как говорится, больше, пришлось разработать механизм для створок толщиной от 50 до 80 мм толщиной. Вы сами видите, по размеру они явно отличаются. То есть тут уже, вон видно, почти две плитки проходят запросто. То есть, соответственно, этот механизм для более массивных ворот, более толстых. Тут уже идут оси из болтов десятки, болты каленые, восьмой класс прочности. Все механизмы устроены аналогично, то есть есть телескопическая тяга, вот эта. При помощи двух болтов ослабляете их, вы можете их удлинить или укоротить, для того, чтобы настроить на ваш проем. Следующий механизм, это универсальный. Особенность его в том, что он устанавливается не на задней плоскости ворот, вот как если бы мы смотрели. БФЖ-40, БФЖ-60 ставится сзади на воротах. Этот же механизм ставится сверху с торца, либо снизу, с торца ворот. Он из всех самый компактный, меньше всего бросается в глаза. Ну вот, особенность его установки такая, что нужно в торце будет засвердеть отверстие, и вот эти втулки вварить в ворота. Эту и эту. Соответственно, вот так он складывается. Устройства их, как я уже сказал, все одинаковые, то есть вот такая идет телескопическая тяга. И вот здесь кронштейн, который устанавливается на столбик. И вот это схематично положил столбик, к которому вы приварите механизм. Здесь, как видим, есть вот такой паз на всех механизмов, который нужен для точной регулировки положения открытых ворот. Вот, если его сдвинуть вверх-вниз, соответственно, изменяется положение створки, когда она уже открыта. То есть можно чуть увеличить угол, больше 90 или меньше. Вот таким образом. Это уже делается точная подстройка. Значение расстояния от столбика до оси нужно брать из таблицы. Это зависит от ширины ваших ворот и толщины створок. Частый вопрос, какие петли использовать для этих механизмов. Любые, в принципе, подходят диаметрами от минимально 25 мм, максимальный 40. Отличие моих механизмов от тех, что представлены на рынке, в том, что их очень просто установить на столбики. Будь они из металла, это самый простой вариант. Вот так с этой стороны покажу. То есть, когда у вас есть столбик, допустим, 80-й, сотка, металлический или тоньше, вы просто привариваете кронштейн по краю, по внутреннему краю вашего проема. Таким образом, отпадает морока с вычислением точки установки вот этого кронштейна на столбе. С металлическим столбом вообще все просто, а когда это каменный либо кирпичный, это решается так же просто. Практически всегда на воротах присутствует вот такая монтажная труба для того, чтобы монтировать петли и ворота. Потому что просто на закладных ставить это не очень правильно. Если есть у вас такая труба, минимум сечением 40 мм, вот таким образом ставится кронштейн. Как видите, никакой мороки с установкой не существует. В противном случае, если вы возьмете механизмы, которые представлены на рынке, вам придется вот здесь вот где-то вычислять, каким образом выставить этот кронштейн. А поскольку расстояние вот это у всех разное, вот это расстояние в каменных столбах вообще у всех будет по-разному, в кирпичных там еще плюс-минус как-то можно угадать, то установка превращается в квест. Поэтому всем рекомендую мою систему. Это моя разработка. Краткая инструкция по установке нового варианта рычага BFG40, который теперь называется BFG304050, потому что позволяет установиться на створках толщиной до 50 мм. Это достигается за счет того, что вот этот вот зев, как бы, этой лапы, он больше. То есть, когда ворота сложатся, вот это расстояние между ними позволяет поставить между ними более толстые створки. Так, значит, сейчас объясню, как их устанавливать. Вот эта имитация, как бы, две створочки, вот этот разрыв между ними, должны быть в одной плоскости, в одной линии. Для того, чтобы выставить правильно механизм, нужно отпустить вот эти два болта и телескопическую тягу выставить таким образом, чтобы створки выставились в одну линию. Кронштейни предварительно будут приварены к створкам на расстоянии от края, которое указано в инструкции. Далее, вот здесь мы видим кронштейн, который устанавливается на столбе. В качестве столба может быть либо металлический столб, допустим, 100 на 100, либо, если у вас кирпичный столбик, то удобно к нему приварить трубу, на которой будут крепиться петли и механизмы. В противном случае крепить на сам столбик очень неудобно. Здесь видим на кронштейне регулировка. Служит для того, чтобы можно было выставить угол открытия створки. То есть, когда вы начнете открывать ворота, механизм будет вот так сюда уходить. Так. И угол открытия можно будет отрегулировать при помощи вот этого кронштейна. Если мы его задвигаем в середину, в глубину, угол будет увеличиваться. Если вверх, он будет уменьшаться. Вот таким образом. Вот это, видите, разбирается. Это были маленькие ворота. Мне на них удобно показать. И вот так, видите, вот такая у него регулировка. Когда вы все уже отрегулировали, нужно зафиксировать гайки, чтобы он уже никуда не двигался. А вот, допустим, вариант, когда тяги вставляются одна в другую, и здесь до 6,5 метров пролет может быть. То есть, вот так вот она будет. Вот, видите. Если нужно на более короткие ворота, то мы просто обрезаем вот эту тягу. Вот и все. Итак, для подбора нужного вам механизма, мне нужно знать ширину вашего проема, толщину ваших ворот, то есть именно вот эта толщина, диаметры петель и параметры вот этих несущих столбов. Особое внимание уделите выбору вот этих столбиков. Они должны быть надежными, потому что они воспринимают всю нагрузку от ворот. Когда они закрыты, как видите, вот этот парус, этот рычаг, он воспринимается именно столбом. Выбирайте достаточную толщину стенки, чтобы это была четверка, пятерка, 100 на 100 столб, вот где-то так. Если это каменные столбы или кирпичные, то тогда требования к этой трубе, монтажной так называемой, ну чуть меньше. Сюда можно взять и тройку тогда. Сечением 50 на 50. Но должны быть несколько закладных, которые будут крепить к столбам. Для того, чтобы ворота работали четко, нужно соблюсти еще некоторые вещи. Значит, обязательно четко, четко следовать инструкции, то есть места приваривания, крепления рычагов, нужно четко соблюдать. Плюс для того, чтобы ворота, например, не открывались наружу, вот при давлении, вот такого эффекта, чтобы не происходило, вот сюда нужно доварить пластины, равные толщине зазора между створками. Тогда при закрывании, они сами себя упрутся, упрутся и таким образом воротина не будет открываться наружу. Механизмы мои позволяют открывать ворота как наружу, так и вовнутрь, но при наружном открывании механизм будет находиться снаружи, то есть не внутри двора, а снаружи. Автоматизация ворот происходит либо телескопическими приводами, вот такими линейными, либо при помощи рычажного механизма. Примеры использования смотрите, пожалуйста, в описании под видео, там есть ссылки на примеры работ от моих заказчиков. есть такие ворота близко 4 метров до вжину, довольно важкие, довольно великопарусные, поэтому поставили два механизма. Один внизу приваренный, другой аналогично с верху. Италийский Деа. Все четко, сильно ревно. Все четко, это б легко. Субтитры создавал DimaTorzok Надо было придумать какую-то защелку Сделал такую защелку Все, как бы ворота стоят крепко Ну а на открывание она ее вытаскивает оттуда Видео, как просил Александр, присылаю Стою просто в тенечке, чтобы было Не отсвечивало в телефон Здесь еще пока ворота не зашиты И на фоне еще старых ворот ролетных, которые не работают Все, кто не смотрит, все офигевают И все говорят, вроде как просто Просто, что ж вы не делаете Если просто Вот этот действительно, вот с этим надо повозиться Переставляю его немножко Но зато я добился, что угол открытия всего-навсего 105 градусов Но уже проем из-за этого, благодаря вот створке, которая уходит в сторону Освобождается на 6 сантиметров Ну, слушайте, для 6 сантиметров это тоже 6 сантиметров тоже немало Оцинковано очень прилично И там даже, где сварка просто даже не берет, прямо горит И в одном месте я подтесал фрезой Не подходило, не видно вот здесь, наверное, фрезой И вот, и пока и дожечек небольшой был, и все остальное Но даже ржавчина никак не пошла Александр, благодарю, все прилично Спасибо большое Со всем остальным буду разбираться Так, это ворота с рычажными приводами Или возможно так Есть вариант, режим калитки Здесь можно, с этого блока можно управлять электронным замком калитки Класс Класс, класс Так, такие массивные они получились А ну, теперь закрываем Отлично Вот такие ворота Вверху механизм, как видите Спасибо моим заказчикам, которые присылают мне Видео, потому что без них было бы тяжело объяснять людям, что все это работает Так что, не забывайте просматривать комментарии под видео Это важно Пишите комментарии, если какие-то возникают вопросы Ставьте лайки Потому что YouTube приветствует каналы, на которых происходит активность Ну и я с радостью отвечу на ваши вопросы И помогу сделать ваши классные распоршные ворота Типа гармошка Жду ваших новых заказов Пока Субтитры сделал DimaTorzok